Всем привет, меня зовут Амир Касенов, я главный редактор информагентства Кастак. В ближайшие минуты я расскажу вам о главных событиях минувших двух дней. Прежде чем я начну, прошу вас поставить лайк этому видео, потому что это очень серьезно помогает продвижению нашего канала. Поехали! Обрадовал в кавычках наш так называемый лоукостер FlyArstun. FlyArstun сделал платной регистрацию в аэропорту на международные рейсы, об этом сообщает сам так называемый лоукостер на вылеты с 3 августа 23 года регистрации в аэропорту. На международные рейсы будет платная услуга и заявляет структура, которую официально называют авиакомпанией. Бесплатно зарегистрироваться на международные рейсы у этого так называемого лоукостера можно будет теперь только онлайн и только через ее мобильное приложение, тогда как в аэропорту этому якобы бюджетному подразделению авиакомпании Аэростана придется заплатить 10 тысяч тенге. Напомним, 13 июля при изучении отчета о состоянии конкуренции на отдельных товарных рынках и принимаемых мерах по ограничению монополистической деятельности за 2022 год, представленного агентством по защите и развитию конкуренции, выяснилось, что авиакомпании FlyArstun не существует как отдельного юридического лица. Более того, так называемый лоукостер не имеет сертификата эксплуатанта гражданских самолетов и даже финансовая отчетность у авиаперевозчика, в кавычках, как оказалось, одна на двоих с авиакомпанией Air Astana. Также в агентстве сообщили, что Air Astana обещала снизить цены, а на деле по основным направлениям они вышли на 45-49%. Автор лозунга Назарбаев Кет, политики-активист Ермик Нарымбай вышел на свободу. «Я наконец-то на свободе, пусть и с ограничениями в родном Алматы», сообщил Нарымбай в четверг на своей странице в социальной сети. «Он уточнил характер ограничений. Мне по решению судей запрещено публиковать публицистические посты в соцсетях. Согласно словарю, речь идет о литературе на тему общественно-политических проблем современности, аналитических статей пока не будет. На иные темы писать могу, в том числе о своей жизни, юридические, судебные, банковские дела буду разбирать. Кроме того, я смогу писать и на общественно-политические темы, если это введя обращение к президенту и в иные госорганы. «Не запрещены мне интервью, я их могу давать и брать сам. Хочу взять интервью у всех наших ветеранов политики», проинформировал активист. Также он сообщил об отсутствии запрета на видеотрансляции в интернете. «Не запрещены мне и видеоэфиры в соцсетях, и как политологу мне запрещено вести самому свою общественную деятельность, но не запрещено анализировать, обсуждать чужую общественную деятельность. Меня власть выгнала с хоккейной площадки, как нападающего Харламова, но не запретила работать комментатором Озеровым. И как юристу, разбирающему публично те или иные дела. «Не запрещена общественная деятельность, то есть нельзя участвовать в выборах как кандидату в президенты, акимы, депутаты, парламент, масляхат, организации, участие в органах и даже членство в партиях и общественных организациях и их собраниях. Поэтому я буду заниматься иной деятельностью, в том числе около общественной. Буду проводить множество судебных процессов по общественным вопросам. Иски в Конституционный суд, есть уже 23 темы, анонсировал Нарымбай. Он отметил, что по новому закону ему запрещено работать по его главной специальности – юристам при наличии судимости. Придется искать выход. Открою ИП и буду искать юристов, выступающих в суде по делам моих клиентов. Сам буду помогать в офисе, готовить судебные документы. Кроме того, законом для экстремистов запрещено получать любые услуги банка и даже нотариусы и другие. Будем уточнять. Я не могу даже получить банковскую карточку, переводы. По сути, я не могу получать зарплату, даже отметил политик. Также ему, по его словам, не запрещена преподавательская работа, иски в судах, работа политологам в необщественных организациях, некоммерческих, в том числе в КСК, ОСИ и их сходах. Начну со второго микрорайона, где у меня есть собственная квартира. Сейчас ищу юристов, кто желает работать на судебных процессах, кабинет по умеренной цене. Ограничения по общественной организации и общественной жизни будут тянуться 5 лет. Пока что Верховный суд не желает даже рассматривать мои и моих адвокатов жалобы по этой теме. Вот такое у нас правосудие. Ограничениям по банкам, посещению города с 22.00 до 6.00, массовых мероприятий на площадях и тому подобных будут длиться 1 год. Нанесу визит Акимам района и города, прокурорам района и города, начальникам УВД района и города, начальнику ДКМБ. Попробую уточнить, что мне можно и нельзя в деталях, добавил активист. По его словам, пока что пробация не началась. Решение суда вступит в силу на 16-е сутки после получения решения мною. Получил я его 28 июля. Если я его не обжалую, тогда потом будет апелляционный суд, примерно еще через месяц. Потом регистрация в пробации в течение 10 дней. В ближайшей школе попробую получить разрешение на субботние бесплатные курсы для первоклассных. Буду учить их шахматам. Пока вот такая суета-суета. Жизнь продолжается. О возвращении в страну не жалею. Очень многое приобрел. Расскажу позже, заключил Нарымбай. Нарымбай, известный активной оппозиционной деятельностью, после множества преследований, покинул Казахстан летом 2016 года и с тех пор жил в Украине. В числе прочего, он известен как автор известного лозунга «Назарбаев Кет». 23 января 2022 года стало известно, что Нарымбай возвращается в Казахстан, однако 6 февраля он был задержан и сразу же по прилету во дворе СИЗО Алматы. 29 июня активист заявил о попытках и объявил голодовку. 19 сентября Кунаевский городской суд и после 14 декабря суд отказывал Ермеку Нарымбай в освобождении. Однако 13 июля 2023 года стало известно, что активиста в итоге решено выпустить на свободу. Ряд месторождений золота, угля, железа, нефти и меди вернули государству в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Правительство ведет работу по пересмотру контрактов и лицензий недропользователей, допустивших нарушение их условий. Так, по итогам проведенного анализа, уполномоченными органами расторгнуты 118 контрактов с начала 2023 года, 19 контрактов и 245 лицензий по твердым полезным ископаемым ТПИ с начала 2023 года, 42 лицензии, а также 27 контрактов по углеводородному сырью с начала 2023 года, 15 лицензий, говорится в сообщении в четверг. Отмечается, что в результате в государственный фонд были возвращены месторождения золота, угля, железа, меди, углеводородов, бокситов, полиметаллов и т.д., которые в дальнейшем выставляются на открытый аукцион для передачи новым инвесторам. Это обеспечивает дополнительный приток инвестиций в сферу недропользования. По итогам аукционов, проведенных в 2023 году, в бюджет страны уже уплачен подписной бонус на сумму 1,5 млрд тенге. При этом новые инвестиции в геологоразведку по углеводородному сырью составляют более чем 15,7 млрд тенге, отмечается в сообщении. Принять участие в аукционе на предоставление права недропользования могут все заинтересованные инвесторы. Информация об их проведении в обязательном порядке размещается в республиканских печатных изданиях и на интернет-ресурсах госорганов. Вместе с тем, уполномоченные органами ведется работа по применению штрафных санкций к недропользователям, нарушившим финансовые обязательства. Так, в доход государства взыскана неустойка в размере 934 млн тенге, по ТПИ с начала 2023 года 603 млн, а также погашена задолженность на 1,94 млрд по 9 контрактам в сфере углеводородного сырья. Работа правительства по дальнейшему развитию сферы недропользования будет продолжена. Бывшего гендиректора Алматы «Электротранс» приговорили к пяти годам тюрьмы. Речь идет о Бекмурзе Игембердинове. Игембердинова Бекмурзу Кайр Гильдиевича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 24, частью 3, 190 и частью 4, это мошенничество. Уголовного кодекса Республики Казахстан назначить ему по данной статье наказание в виде пяти лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должность на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию контроля надзоров финансового рынка и финансовых организаций, государственных организаций, субъектах квази-государственного сектора, говорится в приговоре суда. Гембердинов обвиняется в получении взятки в размере 160 тысяч долларов. Напомним, 10 октября 2022 года Бекмурзу Кайр Гембердинов был арестован до 30 ноября 2022 года. Редакция Костак в третий день пыталась получить комментарий суда Алматы касательно данного судебного заседания и приговора. Популярный блогер Кайкбаев призвал Мусина прекратить врать. Популярный блогер Алексей Кайкбаев призвал министра цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина прекратить врать. Почему в Астане люди злые? По двум причинам. Первая это климат, здесь всегда ветра. И вторая главная на сегодня причина это качество связи и интернета. И кто бы что ни говорил, особенно Багдат Мусин, и каждый раз, когда смотрю ваши выступления, у вас яркое эмоциональное выражение лица о том, что в смысле, ребята, у нас интернет хороший, хотя вся Астана говорит, что интернет плохой. Пора уже признать, что качество связи и интернета восстанет ужасное. Хватит врать, сказала Кайкбаев в своем обращении в социальных сетях. Блогер обращает внимание, что связь плохо ловит во многих столичных ЖК. По его оценке, интернет тормозит в ЖК Будапешт, Манголик, Ель, ЖК Променад, Экспо. Когда вы говорили, что мы обогнали Токио по качеству связи и интернета, вы сами в это не верили, потому что вам это принесли на бумаге, где все это написано. Могу дать вам, как министру совет, нужно проводить факт-чекинг. Действительно ли это так, а не так, что вам принесли, прочитали. Вам всегда самому убеждаться. У меня друзья живут в Токио, они жили в Казахстане. И в Казахстане им уж точно есть чем сравнивать, и когда они видели ваше выступление, они смеялись, говорит Алексей Айкбаев. Напомним, 11 июля президент Казахстана Косможом Артокаев на совещании по вопросам развития Астаны заявил, что стабильность интернета и сотовой связи в столице оставляет желать лучшего. По его словам, это не только приводит к дискомфорту жителей, но и наносит серьезные ущерб экономике города, создает крайне негативное впечатление у гостей столицы. В ответ на это Мусин заявил, что одной из проблем якобы является дешевизна тарифов. В частности, он убеждал тогда Токаева в том, что наши пользователи постоянно зависают в интернете, и это несет высокую нагрузку. Позже Казахстан сообщал, что после заявления Мусина про дешевый интернет в Астане тарифы хотят поднять по всей стране. 25 июля Мусин призвал казахстанцев экономить мобильный трафик и переключаться на Wi-Fi. 31 июля Кастак сообщал, что в Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина. Судью проверяют на факт пьянства за рулем в Талдыкургане. Судью Абдилу Умбитая проверяют на факт пьянства за рулем в Талдыкургане, сообщил адвокат Бауржан Бибатыров. По вашему обращению, от 19 июля 2023 года в отношении судей Умбитай, отделом внутренней безопасности Департамента судебной администрации Республики Казахстан по области ЖТСУ, совместно с созданной комиссией проводится служебная проверка с истребованием необходимой информации, говорится в ответе Департамента судебной администрации по области ЖТСУ, который опубликовал Бибатыров на своей странице в социальной сети. Он напомнил, что ранее в Талдыкургане якобы оформили судью за управление автомобилем в нетрезвом виде. Я написал об этом пост, отправил жалобу в Верховный суд, МВД и Антикор. Пришел ответ от Департамента судебной администрации по области ЖТСУ. Во время ежегодного послания президент Тукаев озвучил концепцию слышащего государства. «Идея отличная, только реализации нет. Мы видим, что нет никакой реакции от государства. Мои обращения не опровергли, но и не подтвердили». «Что ж, остается ждать результатов проверки», — добавил Бибатыров. Государственные долговые бумаги и ноты Казахстана на 178 миллиардов тенге скупили иностранцы с начала 23-го года, сообщает Национальный банк. С января по июль 2023 года вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги Минфина и ноты Национального банка в совокупности выросли на 178 миллиардов до 559 миллиардов. Это максимальное значение с марта 2022 года. Присутствие нерезидентов в нотах выросло на 6 миллиардов, а в ГЦБ Минфина на 171 миллиард, говорится в комментарии регулятора в среду. Согласно информации, в 2022 году отток средств иностранцев составил 214 миллиардов, а в 2023 году сентимент международных инвесторов развернулся. Инвестиции в облигации Минфина выросли до исторического максимума и на текущий момент составляют 453 миллиарда. Таким образом, вернулись пока не все инвестиции, изъятые в 2022 году. Расширение круга инвесторов, в том числе зарубежных, повышает эффективность рынка ГЦБ, позволяет снизить стоимость заимствования и является дополнительным источником фондирования, поясняет регулятор. Для покупки ГЦБ Казахстана нерезидентам предварительно нужно купить деньги, продавшись в свою валюту на нашем рынке. Таким образом, с начала года нерезиденты продали порядка 400 миллионов долларов, что обеспечило дополнительное предложение на валютном рынке. Интересы зарубежных инвесторов повысили встречи с ними нацбанка и Минфина, освещение проектов и привлекательности рынка ГЦБ Казахстана, отмечается в информации. День, посвященный экс-президенту Нурсултану Назарбаеву, сохранили в обновленном перечне праздничных дат Казахстана. Внести в постановление правительства Казахстана 31 октября 2017 года об утверждении перечня праздничных дат в Казахстане. Следующее изменение перечня праздничных дат в Казахстане утверждено указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению, говорится в постановлении правительства. Согласно приложению, утвержден следующий перечень праздничных дат. Напомним, ранее день первого президента был в списке государственных праздников, однако в 2022 году был исключен из него и внесен в список праздничных дат. В статусе государственного праздника день первого президента праздновался ежегодно 1 декабря с 2012 по 2021 годы в качестве признания заслуг Назарбаева. Масимов, экс-председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов и ряд других бывших руководителей КМБ и департаментов КМБ, а также брата их главы ведомства, бывший начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов будут этапированы в Восточно-Казахстанскую область, сообщает информированный источник. Бывшие начальники ДКМБ Павлодарской области Сабит Курманаев, Казахстанской области Аслан Рахимов, Павлодарской области Нурлан Мажилов, а также бывший начальник ДП Павлодарской области Нурлан Масимов будут этапированы в Усть-Каменогорск. Экс-председатель КМБ Карим Масимов и его бывшие заместители Ануар Садыкулов и Давлет Иргожин тоже будут этапированы в Усть-Каменогорск, в исправительную колонию общего режима, сообщил редакции Костак в среду источник знакомой ситуации. Костак уже обратился в правоохранительные органы с запросами касательно описанной ситуации. Напомню, указанные экс-начальники ДКМБ Алматы и двух областей были осуждены после того, как бросили вверенные им стратегические объекты в ходе январских событий 2022 года. Карим Масимов и его бывшие замы получили сроки как непосредственные заговорщики, организовавшие январские события. Нурлан Масимов был осужден за коррупцию на посту главы полиции Павлодарской области. По Нурлану Масимову важно отметить, что он был осужден, приговорен к штрафу. Это только по одному делу, по второму делу он еще проходит. Обвиняемым судом на нем еще идет. По последней информации прокурор попросил для него 13 лет заключения. Это было сегодня. Ну и после всего, по данным нашего источника, Нурлан Масимов тоже будет этапирован в Усть-Каменогорск. Костанайское информагентство выиграло суд по делу о защите чести и достоинства. Речь идет о наших коллегах из Табул-Инфо. Новость передает тоже региональное издание наш Костанай. В удовлетворении иска Жанат Кужубаева, КИА Табул-Инфо и БТГС Кожахметова о понуждении Кожахметовой извиниться перед истцом, не опубликовая через ИА Табул-Инфо опровержение. Обязание Табул-Инфо публикации опровержения о взыскании компенсации отказать, зачитала судья Рыскуль-Бегижанова. Ранее в суд обратилась бывшая учитель США номер 29 Жанат Кужубаева. По ее словам, Табул-Инфо опубликовала недостоверную информацию, которая не соответствует действительности. Речь идет о статье о буллинге ребенка в Кустанайской школе, который начался с конфликта мамы и учителя. Или о том, почему амбиции учителей порой выше, чем личность ребенка. Жанат Кужубаева требовала, чтобы суд обязал Табул-Инфо опровергнуть сведения о буллинге, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию, и взыскать с ответчиков и БТГС Кожахметовой моральный вред в сумме 1 миллион тенге, а также представительские расходы в размере 250 тысяч тенге. ИСУ неоднократно предлагалось уточнить требования, при этом не были приведены доказательства, какие именно сведения не соответствуют действительности. Также ИСУ не представлен на заключении специалиста, эксперта, установившего, что сведения являются порочащими честь и достоинство. Кожахметова при обращении в Табул-Инфо дала пояснение о событиях, которые произошли во время посещения ИСУМ ее квартиры, и дальнейших последствиях при урегулировании конфликта. Извинения как способ защиты чести и достоинства законом не предусмотрен, и суд не вправе обязывать кого-либо приносить извинения, пояснила Рыскуль Бегижанова. Согласно закону о СМИ, средства массовой информации не несут ответственности за сведения, содержащиеся в статье, если они являются дословным воспроизведением официальных выступлений. Судом установлено, что сведения, представленные в статье, подтверждены документально. В связи с этим иск подлежит отказу. Собственно, на такой, в первую очередь, позитивной для СМИ новости о победе здравого смысла над какими-то личными интересами хочется завершить сегодняшний выпуск. Пожелать вам только хороших новостей. Завтра хорошего дня и, разумеется, добра. Всем пока!